С утра рейд с правоохранительными органами, позже разъяснительная беседа. Схема уже отработанная для Министерства транспорта и городской администрации. Сейчас к делу подключились и волонтёры. Их задача обеспечить масками всех пассажиров электротранспорта. Вот эти рейды, они способствуют, наверное, воспитанию наших людей, привыканию к необходимости соблюдения, ношения, выполнения масочного режима. И сейчас уже каждое утро, в 7 утра эти рейды проводятся, уже заходишь в автобус, практически все в масках. Маски есть почти у всех пассажиров. Вот только не на лице, а в кармане. По первой просьбе инспектора СИЗы используют по назначению. Пара таких рейдов и привычка оберегать себя и окружающих приживётся. Но, к сожалению, есть и те, кто не стремится приблизить счастливый финал. Людей хотят просто сделать послушными, вот и всё. Надо ничего не бояться. А завтра ещё будет обезьян. Будем всё, ходить маской. Надо жить свободно. При этом жажда так называемой свободы всё же не заставила борца за справедливость передвигаться без маски. И всё же большинство людей относятся к здоровью внимательно, соблюдают требования. Кроме того, весь электротранспорт снабжён рециркуляторами. Их по два в каждом подвижном составе. И в новых львятах, и в стареньких вагонах. Водитель и кондуктор предупреждают всех пассажиров о наличии масок и перчаток. А также по средствам громкой связи в трамваях и троллейбусах объявляется информация для пассажиров, что они должны, согласно указу губернатора, быть в салоне трамвая и троллейбуса в масках и перчатках. За несоблюдение масочного режима в общественном транспорте предусмотрен штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. За год выписано больше 200 протоколов нарушителям. Контроль за соблюдением и ПИД-требованием будет продолжен. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Управда ТВ.